А Геннадий Гудков с нами на связи, и мы можем его поприветствовать. Здравствуйте, Геннадий. Да, я приветствую вас. Извиняюсь, что у меня тут походная ситуация. Рукой удерживают камеру. Все в порядке. Мы сегодня все в форс-мажоре. Вот так вроде бы, да. Давайте попробуем вот так. Все, да, выглядит вроде бы хорошо. Но я постараюсь вашу руку слишком не утруждать, чтобы мне надо было долго держать. Первый вопрос, первая тема даже скорее. ФБК ответили Максиму Кацу. Они выпустили свое ответное расследование. Не знаю, насколько вы успели с ним ознакомиться или не ознакомиться. Я, честно говоря, еще не успел. Но Максим Кацу уже в своем твиттере написал, что там все неправильно ответили, и он уже готовит свой ответ на ответ. Так что, видимо, эта история будет продолжаться каким-то образом. Как вы все это прокомментируете, все происходящее? Насколько долго мы еще будем следить за этим конфликтом? А я, вы знаете, вот сейчас я... Господи, что все... Все вместе, все... Вы всем нужны, да. Да. Значит, смотрите, я в своей жизни много всякими делами занимался. И вы не поверите, но я несколько лет был представителем совета небольшого, совсем маленького банка. Так получился. Нам его за долги отдала другая компания и владельцы, которым мы спасли жизнь, здоровье, имущество и много чего другое. Они говорят, денег у нас нет, заберите банк. Таким образом, я очутился руководителем банка вот этого совета. Поэтому немного я в банковской деятельности, как это ни странно звучит, чуть-чуть понимаю. И понимаю, как работают банки, и какие там они схемы делали, и как там накачивали уставный капитал, и как они там показывали эти нормативы, как они избегали вот этого резервирования там рискового, и много чего другое я в своей жизни прошел. Ну, потом получилось так, что мы этот банк отдали тем людям, которые делали лучше нас и забыли про это как страшный сон. Но тем не менее, вот в моей биографии есть такая страничка. Я что могу сказать? Вот личный мой анализ. Мой личный анализ. Сейчас говорю, я не предъявляю никаких претензий к СВБК. Вот они, может быть, единственное, что не надо было делать из этого политический кейс. Люди меняются. Люди сегодня так, завтра они по-другому, сегодня они не в политике, завтра они в политике, сегодня они не враги Путина, завтра они уже враги Путина. И это нормально, тут ничего страшного я не вижу. И вообще, мне кажется, что поиск, так сказать, людей исключительно в белом пальто, это неправильный поиск. Обычные люди борются с режимами, обычные люди становятся героями, обычные люди кладут свою жизнь в борьбе за право и дело и так далее. Они не обязательно идеальные люди, которые там пришить крылья и объявить их ангелами. В этом смысле я бы даже и вот, ну и брали, и брали. Вопрос только в том, что не надо было делать из этого политическое дело. Мое личное мнение, то, что я понимаю, знаю. Понятно, что они там вели деятельность через офшоры, сфинансировали сами свои выгодные проекты, хотели больше заработать, нормативы центральным банками мешали, нужно было деньги. Но это деньги были не банка, деньги клиентов. Понятно, что банк всегда оперировал чужими деньгами, тут тоже никакого секрета. Но вопрос рисков. Каким риском ты подвергаешь своих клиентов? И там были большие риски. Они, понятно, что рисковали, они там зарабатывали, они обходили нормативы банка. То есть я хочу сказать, что этот кейс совершенно точно не политический. Вот понимаете, он не политический. Но он стал же политическим в тот момент, когда Железняк вошел в руководство ФБК. Я очень грубо сейчас обобщаю. И это кейс не политический. Это Железняк вошел в ФБК. Вопрос в том, что не нужно было Железняку говорить, что и вот там второго его компаньона, господи, фамилия выскочила с головы. Просто не надо было приделать им крылья и говорить, что они политически гонимые люди, которые, в общем-то, ну вот из-за политики их там и, значит, призвали к ответственности, начали к ним предъявлять претензии. Таких банкиров дохрена и даже больше. И если сам же ФБК пишет, что там из 100% российских банков там в результате политики, направленной на сокращение этих банков, осталось только 30%, то можете представить, что таких банкиров, которым можно пришить политический статус, 70% из бывших. Просто там нет политики у этого Про-Бизнес-Банка. Я там сейчас не хочу их обвинять в каких-то страшных преступлениях и прочее. Конечно, самый главный критерий, который надо определить, а у этих ребят-то где деньги и откуда? Вот я имею в виду вот этих банкиров Про-Бизнес-Банк. Если у них там деньги в Лихтенштейне, если они в каких-то там Гибралтаре, если они где-то там в Монако и так далее, и этих денег много, это не соответствует заработной плате или каким-то дивидендам, это хищение. Но в любом случае, еще раз подчеркиваю, с точки зрения российского права, тогда это право не было таким, как сегодня, когда любого объявляют там врагом народа, террористом, изменником родины и так далее, тогда этого не было, там, в 2014-2013 году. Я с 2012 года, они меня пытаются выгнать из страны, кремлевские. Это им удалось только в 2019, когда я уже почетовал, что все, шутки закончатся, они будут сажать всех подряд. Да и то мне старший сын в ультимативном порядке, значит, потребовал моего отъезда. До 2019 года мы были в стране, мы это все видели. Поэтому там политики в деле ЦБ против Бизнесбанка, там политики точно нет. И вот ошибка, на мой взгляд, ПБК, что они даже можно, понимаете, я бы даже согласился, что, ну да, политики не было. Но эти люди после этого пришли в политику, начали финансировать, начали поддерживать, начали участвовать, и такое тоже допустимо, нормально. Но тогда надо было говорить, что да, это дело не политическое, но эти люди решили перековаться, они там такие-сякие, нормальные, наверное, забрались, это да. Можно было как-то по-другому это объяснить. Я еще раз говорю, что меня вообще это смущает, вот это вот пуританство. Вот это вот пуританство, он меня во всей этой истории смущает. То есть ни у кого нет права быть моральным камертоном. Моральным вот этим... Вот я хотел как раз про это спросить. Как вам кажется, сейчас, когда... Я понял вашу позицию по поводу ПБК, я хотел спросить именно про, ну, наверное, конфликт, это, наверное, можно назвать, ПБК и КАЦа. Такое есть ощущение, чисто субъективное, то, что я вижу там в условном твиттере, но такое ощущение, что вот чем дольше идет этот конфликт, обе стороны теряют какой-то рейтинг, какое-то количество своих поддерживающих, сторонников, и как будто бы никому этот конфликт не помогает. Он как бы... Слушай, вообще все конфликты помогают только на этапе становления. А дальше они уже мешают. Да, когда, как говорил один мой знакомый юрист, с которым я работал в 90-е годы, любой конфликт, это как локомотив, он тебя вывозит на новый горизонт. Такое было. Но когда ты достиг каких-то горизонтов, эти конфликты тебя начинают топить. И этот конфликт с предателями, он совершенно глупый, безумный, абсолютно никому не нужен. Это конфликт, значит, вот этот вот. Они все равно... Ну, может быть, КАЦ не так много теряет в данном случае, потому что КАЦ, ну, как бы, так сказать, поймал их на вранье. Ну, вот, на вранье, по-моему. Ну, можно признать, сказать, да, мы были неправы, да, наверное. Ну, помните, как тогда Волк сказал, что да, мы были неправы, он там вступился за банкиров Альфа-банка, вот я даже ухожу. Ну, и все восприняли, ну, что, бывает. Кто не работает, тот не ошибается, кто ничего не делает, тот и не ошибается, а все остальные ошибаются. Просто не надо было из этого делать какую-то историю, всех клеймить, все предатели, все преступники. Ведь это же был эффект, это же эффект суммации. Когда все обиделись, там, те, кто в том числе помогал ФБК, они на него обиделись. Я имею в виду не только Зимина, поверьте, я знаю людей, которые ФБК помогали очень многие годы, и которые теперь к ним относятся намного хуже, потому что, ну, просто обиды, сказать, ну, ребята, тогда что, мы вам давали на то, на то, на то денег, а теперь вы нас заносите в когорт каких-то там предателей. Ну, мы вроде не хотим сейчас публично озвучивать это все, ну, вот вывод для себя сделал. Я таких людей знаю, которые давали там на различные вещи, на программы, лично где-то кому-то помогали. Вот, но, тем не менее, вот это... Просто не надо здесь из себя никогда строить какой-то там, еще раз подчеркиваю, идеал морали, нравственности. Ну, вот это вот, мне кажется, совершенно неправильно, потому что и революции, и подвиги совершают абсолютно обычные люди со своими проблемами, своими недостатками, своими достоинствами. Другое дело, что они в какой-то один момент перечеркивают это все, а они совершают какой-то подвиг, да, вот. То есть вот я это хорошо понял за свою жизнь. Я посмотрел там национальный герой в Франции, национальный герой в Болгарии, национальный герой в таких-сяких, я больше, это были люди, далеко не лишенные недостатков проблемы всяких скелетов в шкафах, но в определенный момент они совершили подвиг над собой возвысившись и над всем этим самым и остались в истории. Ну, вот мое такое. Я сожалею, что эти конфликты сейчас, они идут. Ну, может быть, как меньше проигравшая сторона, потому что он блогер, он ведет свой канал, конфликта с ФБК только, как бы, так сказать, возбуждает интерес. Ну, понимаете, сейчас нечем заниматься людям. Политическими катсами ничем не занимаются. Извините, я просто, чтобы уже, я про эту тему понял, хочется успеть побольше обговорить с вами разных тем, поэтому давайте, да, ФБК, КАЦ оставляем пока в стороне. Тут свежая новость, и сразу у нас в чате спрашивают. Центробанк поднял, вернее, процентную ставку до 21%, об этом стало известно несколько часов назад, вот, и в чате нам пишут, что глава Ростеха Чемизов предупреждал власти РФ, что большинство предприятий станут банкротами, если это произойдет. Это произошло. И, собственно, вопрос, что дальше? Насколько это проблема для российской экономики, что вот поднята ставка до 21%? Ну, это же 90-е годы, когда невозможно было ввести нормальный бизнес, потому что каждый день шла инфляция, которая подтверждалась какими-то дикими ставками процентными, и невозможно было ввести никакой системный осознанный долгосрочный бизнес, только короткие операции спекулятивные. Сейчас, в общем, происходит то же самое. Это первое. А второе, я отомщен, потому что я, по-моему, мне кажется, в июле написал пост, что ставка будет поднята до 20%. И мне там куча всяких умников и умницы написали всякие язвительные замечания. Она была поднята, по-моему, до 19-го или до 18-го. Я говорю, ребят, ну вот у меня вот, может, инсайд есть. Вот давайте не будем торопиться, а давайте подождем. Это она даже... Мой прогноз не оправдался. Мой, вернее, прогноз превзойден. Я говорил о 20%, они сейчас делают 21%. Вот кто там мне писал всякие замечания. Вот теперь вам должно быть стыдно, и можете извиниться в Твиттере, если у вас есть как бы принципы. Конечно, это уничтожает... То есть вот что? Остаются короткие рыночные спекулятивные операции. То, что брать кредит под оборудование, под развитие какого-то там дела, под строительство чего-нибудь такого серьезного, невозможно. Это, ну, просто вот разоряет компании. Особенно производственного цикла. Те, которые имеют там долгий цикл производства. Например, станок нужно собрать. Ну, серьезный станок собирается, большой станок. У меня отец работал на заводе тяжелых станков. Он собирается иногда 5 лет. 3 года, 2 года. Большие станки серьезные, они собираются очень долго. И таких изделий много. Или там изделия для атомной промышленности. Изделия для каких-то тепловых, для энергетики. Там очень много того, что должно работать в долгую. Строительная промышленность. Да много вот там, где серьезная. Авиационная промышленность. Тогда они все будут банкроты. А когда мы заметим этот... Когда этот эффект станет заметен? Потому что все равно Россия старается делать все возможное, чтобы, по крайней мере, внешне экономика выглядела благоприятно. Чтобы вот этого погружения в 90-е, условно говоря, оно не было таким заметным. Я так понимаю, что вот это повышение ставки, оно действительно усложняет жизнь очень многим бизнесам, которые напрямую взаимодействуют с людьми. Когда вот это уже станет заметно невооруженным взгляду, что все совсем нехорошо. Мне сложно сказать, потому что надо смотреть, какие сейчас производственные циклы пострадают больше всего. Но я думаю, что это с первых часов начинается. Потому что старый кредит. Что там происходит? У тебя есть старый кредит. Ты его брал там под 12%, условно говоря. А сейчас ты уже должен отдавать его под 21%. То есть тебе банк-то увеличит ставку. Банк же не будет сам за тебя платить проценты, да? Банк что сделает? Он тебе выставит 23%. Потому что он должен еще заработать на этом кредите. Он же не может не зарабатывать. Он же тоже там несет затраты на содержание сотрудников и так далее, и тому подобное. Знаний и прочее, и прочее. То есть банк будет зарабатывать свои проценты. Значит, кредиты сейчас 23-24% будут отдавать предприятиям по этой ставке. А у них и так там все напряжено. У них там и так все, как говорится. И это прямо вот с первого дня начнет сказываться. Потому что если у вас миллиард кредит, то вы могли отдавать раньше 120 миллионов, предположим, по миллиардному кредиту. А сейчас вы будете отдавать 220 или 240 миллионов. То есть вот что произошло. И, конечно, никто, например, не будет брать новых кредитов. Они будут брать уже те, которые не хотят их отдавать, или какие-то спекулятивные операции. И будет проблема с отдачей кредитов старых. Это скажется в том числе и может сказаться и на невозврате, и на финансовой системе. То есть это такая опасная штука. А если... Потому что вот вы сами сказали, что уже предсказывали, и даже недонемножко предсказали эту ставку. Сейчас, как вам кажется, через год... Ну, понятно, сложно прогнозировать. Но, в общем, есть ли опасность, что эта ставка будет еще повышена? Есть не опасность, а есть просто твердая уверенность в том, что она будет повышена. Она может быть несчастна. Там через год ее поднимут до 24 процентов. Условно говоря. Почему? А потому что идет инфляция. А чем инфляция покрывается? Процентными ставками. Она покрывается вот этими процентными ставками, и они растут вместе с инфляцией. То есть, грубо говоря, процентная ставка – это показатель обесценения денег в реальном выражении. Потому что когда там ЦБ говорит или как бы там Минэкономики, что, ребята, у нас инфляция 4,5 или 6,9, это все чушь собачья. Берите ставку рефинансирования, прибавляйте туда пару-тройку процентов, и вот это минимальная реальная инфляция в стране. Минимальная реальная инфляция в стране. Вот я думаю, что реальная инфляция, она там 20-21 процент минимум, а то больше. Это и то в среднем. Знаете, как читается инфляция? Реактор на сколько подорожал ядерный? На 6 процентов. А на сколько подорожала колбаса? На 30. 6,30 складываем, получаем 18 процентов. Условно говоря, вот так. На самом деле вот эта средняя ставка банковская, она не отражает даже инфляцию по товарам вот этого потребителя, главного потребительского спроса. Молоко, хлеб, масло, яйца и так далее и тому подобное. Обувь, одежда, ну, может быть, там в меньшей степени одежда. Это не отражает вот то, чем мы пользуемся каждый день. Потому что ядерным реактором вы не пользуетесь. Или, вернее, вы пользуетесь опосредственно. Но все это суммируется. И поэтому вот эта ставка, средняя ставка инфляции, она 21 процент чудовищная. Она просто уничтожает все долгосрочные экономические программы и производство. Совсем от темы конфликтов между российскими лидерами общественного мнения уйти не получается. Слушатели спрашивают, точнее, не спрашивают, а просят вас немножко прокомментировать, кроме Каца еще и такого известного журналиста, как Майкл Наки. Он активно реагировал на прошлое ваше интервью YouTube-каналу «Игря на Угром». Не знаю, насколько вы там видели, не видели. Не знаете. А что было-то, расскажите. Я, честно говоря, тоже очень поверхностно это все видел. Но просто, да, я заметил, и у Майкла Наки, и у многих тоже других журналистов, особенно российских, в изгнании, такое ужесточение риторики. То есть, если не с нами, то против нас. И там в первый раз это провелась линия, когда ФБК выпустил расследование про того, кто организовал нападение с Молотками на Волкова. Сами тут против нас. Что, простите? Знаете, чей этот лозунг? Да, я знаю, я понимаю. Я специально, собственно, его и воспользовался. Они большевики, ребята. Я даже как бы не осуждаюсь высоты своего возраста, понимаете? Вот что бы там ни говорили, наше поколение при всех недостатках, издержках, проблемах и трудностях, и ошибках, оно было поколением созидателей. Мы делали бизнес, мы делали финансовую систему, мы строили, мы что-то там создавали и так далее и тому подобное. Нам некогда было сраться, уже извиняюсь за выражение, говорю таким непопулярным языком. Некогда было, не было времени на срач. Если они были эти конфликты, они носили производственный характер, это всё-таки немножко другое. Сейчас это поколение, это может даже их не вина, а беда, это поколение моих детей, оно выкинуто из общественной жизни, из политической жизни. Да, мы занимались политикой, мы занимались выбранными компаниями, тогда была же движуха там, много чем занимались. А сейчас нечем заниматься, отняли страну, отняли политику, отняли государственное управление, отняли бизнес, отняли различные созидательные программы. Чем заниматься людям? Сводить счёты. Потому что Путина не укусишь, он далеко, а вот своих кусать можно легко. И вот людям сегодня сейчас, они как бы выкинуты из кановой жизни, потеряли страну, это тяжёлые испытания. Ну вот они давали друг другу мочить. То есть это такое потерянное поколение, 2.0? К сожалению. Ну вот мне хотелось бы даже и услышать эти отзывы, потому что я отношу это и в это же поколение моих детей. Вот моим сыновьям там, 41-44, вот сейчас, да, будет. И это вот как раз то, что я делал в 44 года. Да я был и руководителем крупнейшей компании, и вот этим банком руководил там, и чего я только не делал, и вёл строительные серьёзные проекты, и, значит, занимался политикой, занимался избирательной компанией. Вот я там в 44 года, я в 45 пришёл в Госдуму впервые, пройдя там две крупные федеральные избирательные компании. Потому что никогда мне там было время с кем-то там ругаться, но мне не было времени просто. У меня там то проекты строительные идёт, то там документы какие-то надо согласовать, то проблемы с клиентами, то проблемы с управлением компаний, то ещё чего-то. Но серьёзное дело, до этого я работал в государственной структуре, имею опыт государственной работы, и я знаю, как управлять страной, да? В отличие, к сожалению, это же поколение, отняли у них такую возможность. И я считаю, что это не только, может быть, их вина, беда просто. Что их лишили вот этих всех возможностей, которыми наше поколение, ну, всё-таки воспользовалось в значительной степени, я имею в виду, участвовало во всём этом. Им участвовать негде. В чём мы можем участвовать? В конференциях, в ютуб-каналах, в конфликтах между собойчиках, и в чём ещё? Вот это вот беда. Это беда, проблема, и, к сожалению, вот эти элементы большевизма, они прямо вот в полный рост. Они есть и ФБК, мы же видим. Уж Майкл Наки, так сказать, тут же начал составлять чёрные списки, ещё не дождавшись там, как говорится, не просохли чернила на бумаге, как это раньше говорили, сейчас не знаю, что там не просохло в ютубе. Вот, как тут же уже начали какие-то списки составлять, врагов народа расстрельные там, и Майкл Наки вроде талантливый, яркий журналист. Значит, вот я не понимаю, зачем они это делают. Главное, что это всё равно бессмысленно. Пока Путин у руля, пока его никто не беспокоит, пока его не свергают, пока он обладает полнотой власти, все наши потуги, они выглядят очень смешными. Будем надеяться, что это когда-нибудь в наше время изменится. Спасибо большое. Политик Геннадий Гудков был с нами на связи. Надеюсь, ещё увидимся. До свидания. Спасибо. Да.